Друзья, всем привет из Ростондано. У нас мороз. Сегодня ночью было минус 14. Абсолютный минимум за последнюю неделю был минус 17. Уже неделя без разморозки у нас на улице температура. Вот я хотел бы вам показать, как сейчас выглядит наш тропический сад и показать наши растения, которые в это тяжелое время пытаются как-то зимовать в нашем саду. Начнем мы с аукубы. Смотрите, аукуба японская. Растение вот этому уже больше 7 лет. Вот смотрите, какой кустик. Эти листочки все свернуты, опущены. Вот в таком виде она здесь успешно у нас зимует. Вполне себе нарядно выглядит по зиме. Вот такое растение зелененькое. Рядышком бересклет, вот еще аукуба, еще бересклет и аукуба. Но югка понятна. Растует зиму. Растует вообще без проблем. В пенопластном коробе мы укрыли магнолию, которую посадили осенью. Не знаю, что с ней будет. Идем дальше по другим растениям. Здесь вот полянка с многими бересклетами. Мы их никак не укрываем. Ничего с ними не делаем. Вот они вполне отлично. Успешно зимуют себе в Ростове-на-Дону. Зимуют успешно. Уже много лет. С ними можно ничего не делать. Вот для эксперимента у нас здесь высажен кипарис из семечки Сочи. Будем проверять. Наша тропическая зона. Укрытая под пенопластом. Как укрывали мы и что у нас здесь растет, можете посмотреть в наших других видео. Здесь у нас задувается из подвала в эту территорию вентилятор. И выставлена температура плюс 8. Так вот, сегодня ночью был минимум зафиксирован у меня здесь плюс 2,7. То есть два вентилятора не справляются. Не справляются почему? Потому что очень сильный ветер. Ветер 14 метров в секунду сейчас. И этот ветер буквально выдувает со всех коробов, щелей теплый воздух. Смотрим дальше. Это у нас фатиния. Фатиния у нас двух видов. Она первый раз зимует у нас в таком виде, в неукрытом полностью. В прошлом году она перезимовала. Мы ее иногда прикрывали в короб, закрывали. В этом году будем пробовать без короба. Вот второй вид фатинии. Вот это такая, более с гладким листом. Эта фатиния, она очень интересна тем, что она весной выстреливает такие побеги красного цвета. Очень нарядно выглядит. Дальше здесь османтос. Надеюсь видно. Проходим дальше по саду. Кипарис еще один. Очень неплохо прибавил данный кипарис за сезон. Как мы его укрываем? Укрыта земля вокруг кипариса. Укрыта пенопластом. По-моему, троечка пенопласт. Достаточно тонкий. Ну и вот расстояние. Вот он, укрытие пенопласта. Видите? Вот в таком размере идет укрытие. Небольшом совсем. Пруды замерзли. Несмотря на то, что здесь идет подача кислорода в прудик из теплого воздуха. Тем не менее, это вот полыня, она все равно замерзла. Лед уже очень толстый. Очень переживаем мы за свою альбицию. Она цвела первый раз в этом в прошлом, вернее, 22-м году. И вот я не знаю, как она у нас сможет перезимевать. Уже достаточно крупненькая. Но вот это деревце, это мы высадили из семечки из Черногории привезенного в 19-м году. И вот в 22-м, то есть 20-й, 21-й, через 3 года вот этому деревцу 3 года оно зацвело. Представляете? Смотрите, что у нас здесь есть еще. Юбка. Пытается цвести. Очень острое растение. Травма опасная. Проходим дальше по саду. Смотрим. Можжевельничек мы подстригли. Сделали из него такую шапочку. Вот в этом укрытии там колеса стоят, шины, покрышки. Здесь у нас находится тунберга сосна. Очень жалко будет, если мы ее потеряем. Это сорт тогги. Очень нарядная, крестатная. Пруд застыл. В пруд накидал бутылок, которые препятствуют расширению ненужному. Но высота уже, толщина льда очень большая. То есть я спокойно уже хожу по льду. Мороз у нас с Рождества уже очень крепкий сегодня. Здесь у нас не укрыто осталась кимия японская. На землю положил немножко пенопласта. В этом коробке обычном из фанеры у нас тоже однолетка альбиция, высаженная буквально осенью. Тоже поздно. Вот здесь прикрыта у нас тоже магнолия высаженная осенью. Посмотрим, что с нее будет. В том коробе аналогичный. Мы вчера ночью укрыли магнолию листопадную. Нам стало ее жалко с таким ветром. Вот сорта здесь зимует первый раз. Тоже высадили осенью. Вечно зеленые магнолии. Под этим ведерком у нас находится кунингамия. Это у нас грандифлора сочинская магнолия листопадная. Вот смотрите, 7 лет. У нее, как видите, опадают листья в большом количестве сейчас. Они ломаются просто от сильного ветра. Ничего с этим поделать нельзя. И дальше по февралю она начнет обязательно подгорать. К этому мы привыкли. Если вы хотите держать в Ростове такое растение и чтобы оно у вас не подгорало, тогда нужно какой-нибудь парашютной тканью его укрывать. Тогда оно не подгорит и у вас войдет в весну с большим количеством листьев. Здесь у нас лавровишня. Вот лавровишня уже 7-й год в такой паре. Не растет, не прибавляет. Здесь у нас пихта испанская. Зимует уже 6 лет. особо не прирастает, но и не погибает. Но будем ждать. Пихты они такие долгоиграющие, пока они начнут расти. Надо подождать еще несколько лет. Особенно в условиях Ростова-на-Дону. Будете сажать, сажайте куда-нибудь полутень или тень. Пихты не любят в нашем климате солнышко полное. Здесь в укрытии у нас еще одна криптомерия. продолжаем движение. Кедр ливанский, укрыт тоже небольшим листом пенопласта снизу. Сосны, это сосна лимон сорт, которая зимой желтеет, очень нарядная. Рядом с магнолией суланджа yellow bird положил лист пенопласта. Вот под этим коробом мы пробуем в этом году лаврушку зимовать. Посмотрим, что получится. Здесь мы высадили персик какой-то сорт из Италии. Посмотрим, выживет ли или нет. В том домике у нас живет араукария чилийская. там магнолия. Вот еще одна сосна у нас Шеф Джорзеф называется сорт. Это очень нарядная зимующая вернее желтенькая сосна одна из самых желтых зимой. Симпатично выглядит. Это хурма посаженная осенью из Леруа. Посмотрим чем этот проект закончится с хурмой. пруд застыл и здесь. На пруд мы кинули немножко утеплителя, чтобы как-то попытаться сбить толщину льда, потому что в этом месте у нас достаточно неглубоко стоят наши нимфеи. Достаточно редкие сорта и будет жалко если их мы потеряем. Поэтому не знаю есть ли смысл в этом или нет, но пытаемся так сбить лед, удержать температуру в пруду. Под этими двумя коробами находятся тоже магнолии листопадные высаженные осенью, поэтому мы за них переживаем. Прикрыли вчера уже ночью из-за того, что пошел очень сильный ветер. Это у нас еще одна альбиция произрастает над прудом. Посмотрим, как они перезимуют. У нас три альбиции саду пока не зимовали успешно, но как это будет дальше в этом году с такой зимой непонятно. В зимнем саду вы видите у нас пальму путешественников, раввинала. Синички нас уже не боятся, хочется очень кушать им. Мы им вот такие сделали небольшие кормушки видите с поворотом таким из канализационной трубы из 50-ки сделан такой поворот и в эту кормушку может заползти у нас только синичка. Редко очень воробьи туда пытаются нырнуть потому что тяжело. Они собирают с земли все. В этом коробе у нас находится под карп альпийский. Здесь еще одна криптомерия. Мы это видео делаем наверное больше для себя чтобы понимать что перезимует что нет. Камера подмерзает на морозе. Так это аземина. Вот это аземина трилоба деревца. У нас их три штуки таких. Здесь еще одна магнолия достаточно редкая. Вот укрыта таким метром пенопластом земля вокруг приствольный круг. Ну и посмотрим что как она перезимует. Видите даже с бутонами в этом году вообще я ее не укрыл. В прошлом году она колесами накрывалась покрышками. То в этом году вообще никак. магнолия сортовая грандифлора вечно зеленая. Лист в таком виде достаточно скручен уже. Вот еще одна магнолия сортовая. Вот она. Посмотрим как отойдет. Укрыт только приствольный круг. Вот так у нас выглядит инжир укрытия. То есть мы просто обмотали подложкой из-под ламината и вокруг вот таким агротекстилем еще прикинули. Приствольный круг также укрыт кусочками пенопласта. Здесь еще у нас находится кедр ливанский. Посмотрим как перезимует. Это сосна одна из самых голубых. Название подпишу. Здесь у нас еще один кедр ималайский или ливанский. Вот он зимует в таком виде. Укрыть тоже только приствольный круг. Проходим дальше. Злаковая горка. Камыш надо будет рогоз спилить пока он не начал пылить. С рогоза очень сильно начинает после этих морозов лететь вот этот пух по всему участку. Сейчас пока мороз удобно становиться на это биоплато у нас и спиливать просто эту траву ножничками. Вот у нас бамбук в таком состоянии сейчас находится. Смотрите как он крутит листья. Бамбук скручивает листочки. И он их скорее всего сбросит по весне и потом заново отрастет. В таком виде он у нас перезимовывает. Вот это кедр гималайский сорта Карфукс. Вот он уже такой большой крупненький и все с ним хорошо. А вот сосна гималайская сорта нано вот в таком виде выглядит. Уже тоже много лет. Есть столько же лет сколько кедру гималайскому который уже огромный. Но вот она не очень растет. У нас там есть еще один сорт сосна гималайской где он не показал. Но вот он высажен в прошлом году. Еще один кипарис. Вот такой кипарис. Это из Новороссийска от Александра подарок. Здесь кипарисики маленькие еще растут из семян. В коробе укрыта семенная у нас гранди флора. Здесь техническая зона связана с ящиками. циодопитие смутовчатый сосна зонтичная вполне нормально зимует. А вот крутит как листик у нас рододендрон. Смотрите какие листики у него скрученные. Вот так вот рододендрон вертит листву. У нас было сортов семь. Но пока мы нашли место осталось только два сорта. Вон еще один рододендрон тоже со скрученными листами. Вот здесь под этим корыцем находится папоротник из Черногории. Он зимует в таком укрытии. У нас надеюсь у него получится перезимовать. Смотрим. Под этим коробом я оставил финик канавский. Думаю ничего сегодня не получится. для эксперимента ради. Провел небольшую экскурсию по нашему саду зимнему морозному такому. Посмотрим чем наши эксперименты закончатся. Ну и поделимся по весне по лету когда тронутся растения в рост опытом что у нас выжило что не выжило. А вы задавайте вопросы что вас интересует подпишитесь пожалуйста кому не сложно на наш дзен канал ссылочку укажу ниже вас ничему не обязывает просто нажмите подписаться вот и нам будет приятно мы будем видеть какая у нас есть отдача от яндекс дзена который пока достаточно пустой всем привет из Ростова Дону